Добрый день! Добрый день! Смотрите, меня зовут Дмитрий, Дмитрий Токчий. Я, не знаю, вам показывали мой YouTube-канал непосредственно. Скажите, пожалуйста. Нет, я не видел. Ну, тогда я вкратце представлюсь. Я работник в области криптографии, являюсь создателем двух алгоритмов шифрования в мире. Это симметричные, так называемые, закрытые криптосистемы. Криптография, которая используется повсеместно. И я написал в письме, что у меня есть, на мой взгляд, конструктивная критика к тем концептам, которые вы излагаете, Виктор Григорьевич. Если вы позволите, я тогда сразу озвучу ее. Еще немножко, перед этим, пару слов об образовании вашего. Что вы заканчивали? Я не знаю, существенно ли это. Ну, просто, если есть, озвучьте. Ну, вы знаете, я не люблю делать себе саморекламу. По образованию у меня прикладная математика. У меня аспирантура в Украине, если это так в двух словах сказать. Да, непосредственно. Я с Украины. То есть там, я так полагаю, что в конце видео можно будет прикрепить ссылку на мой YouTube-канал, и она там, кого заинтересует, перебросит на мою научную, научный мой порофайл на RSSB. Есть такая соцсеть. И там люди, кому, ну, кого это заинтересует, сможет ознакомиться непосредственно и с моей диссертацией, и с моими разработками в аспекте криптографии в том числе. Замечательно. Вы теперь говорите, что у вас есть конструктивная критика. Можно ее выразить. Вы позволите? Да, конечно. Смотрите, у меня по следующим направлениям. Первое. Я бы хотел привести конструктивный аргумент, то есть такое необходимое условие в защиту тех математических положений, которые доминируют в науке и которые вы подвергаете сомнений. Я так понимаю, на основании тех видео, которые я посмотрел на вашем канале, то есть вашей непосредственно критики математики, да? То есть мы будем говорить исключительно в разрезе математики. То есть вы, насколько я понимаю, первое положение. Опровергаете, ну вот начнем так, нулевая точка. Опровергаете как таковую теорию множеств. То есть начало, которое берется с работ Георга Кантора, так называемая наивная теория множеств. И, соответственно, отсюда все ее следствия. То есть аксиматические подходы, то есть там система Сармела Френкеля, Гёделя, Фонеймена, Бернайса и так далее и тому подобное. То есть и теоретика категорной подходы. Правильно я понимаю, Виктор Егорьевич, с этим положением, которое я озвучил? Так, вы если критикуете, вносите мысль. Выпверждение такое-то, в части такое-то является несостоятельной... Хорошо, я понял вас. Я теперь тогда не буду дифференцировать, я тогда сразу же до конца ее изводу. Так как вы подвергаете это сомнению, соответственно, современная криптография, которую вы используете в том числе, как пользователь, то есть вот, например, веб-банкинг, это электронная почта, это все вещи, где используются протоколы шифрования, в основе которого находится алгоритмическое обеспечение, в частности, всем известные закрытые алгоритмы шифрования, например, представитель этого Advanced Encryption Standard, американский стандарт закрытого шифрования, это открытые системы и так далее и тому подобное. Но в основе всего этого лежит математическое обеспечение, которое было создано исключительно на тех моделях, которые я озвучил. То есть это аппарат теории групп, теории множеств и тому подобное. Исходя из этого, то, что я озвучил, оно, так как оно имеет место быть, и мы им пользуемся, соответственно, тезис ваш, ваш тезис о том, что это не работоспособно, уже на этом этапе опровержен, Виктор Григорьевич. Стоп, 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 стоп. Неработоспособно, пожалуйста, если вы ссылаетесь на мои слова, пожалуйста, на них и сошлитесь. Вы думали, какое-то неработоспособно. Вот лопатой можно кашу переворачивать, но лопата не является, так сказать, столовым прибором, в нашем понимании. Работоспособно – это размытое понятие. Давайте суть претензий. А я объясню, я объясню. Вы говорите еще раз конкретно на основании тех видео, которые выложены на вашем YouTube-канале. Утверждение какое, в части какой является несостоятельным по какой причине. Объясню еще раз. Вы говорите, что теория множеств – это бред и фантазия. Правильно? Это некомпетентный раздел. Если вы приспособились для каких-то нужд использовать некомпетентный раздел, ну, хорошо, замечательно, но это не делает этот раздел состоятельным. Его можно использовать, но тут смысл научно в нем не появляется. Ну, давайте. Да ладно. Да вот не да ладно, это элементарные вещи. Вот смотрите, фантастический роман вы можете для криптографии использовать? Еще раз, не рассылал. Фантастический роман для криптографии вы можете использовать? С 48-ю страницу фантастического романа можете ли вы ее использовать для криптографии? что-то зашипывать, какой-то текст с помощью данной книги. Это можно использовать. Вы сделаете разные проблемы. Подождите. Вы можете использовать для криптографии 48-ю страницу фантастического романа. Пожалуйста, используйте. Это возможно. Но в результате вашего использования стали ли фантастические события, изложенные на 48-й странице, реальностью не стали. Поэтому сосредотачивайтесь и приведите свою мысль в состоятельный вид. Утверждение такое-то, в части такое-то, является несостоятельным по какой-то причине, а не ваши разбытые аналогии. Что я вот тут пользовался, вот ссылки на авторитеты, мы все так думаем, мы так привыкли. Давай. Вообще-то я вам сразу скажу, что в науке нет понятия ссылок на авторитет. Единственный авторитет науки – это истина. У науки нету хозяевов истины. Это первое. Вы сейчас бормочите, слазь на авторитет. Мы начали с того, что вот столько-столько-то людей, столько-столько-то людей. Это привычные, это алгоритмы. Я там кто-то, я там все-то. Я говорю, суть претензий нету. Изнесите, чтобы ее было понятно, чтобы вы могли ее узреть, услышать. Суть претензий в следующем. Так как, еще раз говорю, мы берем ваше утверждение. Вы говорите. Какое именно утверждение, где изложено, что вы взяли? Утверждение. Можно стрел, можно стрелять авиабомбами, можно какашками кидаться. Понимаете? Если вы называете какашки оружием, это ваша проблема. Вы не перепутали определение. Абсолютно не перепутали. Вот продукт, а продукт может быть научный, может быть не научный. Если в рамках вашей теории множеств равномочен и отрезок, и прямая, значит, ее придумали идиоты. Вот это все просто. Нет, не идиоты. А там все просто. Идиоты. Мы устанавливаем. Подождите. А вы знаете, каким образом доказать, что они равномочны? Например, интервал и предшественная прямая, это что вы говорите. Просто строится же именно задача соответствий. Это вот бред. Вот то, что вы излагаете, это значит бред. Почему? Вы сравнение называете равномочностью. А что значит сравнение? Что значит сравнение? По-вашему скажите. Вот теория множеств изначально предназначена для чего. Вы, может, этого не знаете? Нет, я имею представление. Теория множеств была создана для того, чтобы интуитивные вещи, которые так понятны, привести и обличить в формальный вид. То есть это была первая наивная теория множества. Все, 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 достаточно. Вы не сказали, для чего предоставить. Научного контекста не прозвучало. Вы не знаете для чего. Нет, это не научное, это бормотание статических образов. Теория множества справочная. Если вы не знаете, я вам сообщаю для чего. Давайте, давайте. Теория множеств предназначена для сравнения бесконечно больших и бесконечно малых величин. Все. Вот это вот для чего теория множеств предназначена. Если вы этого не знаете, посмотрите матчасть. Я имею в виду сомнения, что такое матчасть. А что ж тогда вы тогда говорите нам про теорию множеств? Ну, не суть. Так, и что? Теория множеств предназначена для сравнения бесконечно больших и бесконечно малых величин. То, что вы ее используете для криптографии, да хоть суп ей мешайте мне по барабану. Из этого ничего не следует. Это раз. Нет, это следует... Во-вторых... Хорошо, не буду переодеваться. Во-вторых, если теория множества предназначена для сравнения бесконечно больших, малых величин, она должна использовать понятия, соответствующие сравнению. А это больше, меньше, равно, разница такова. И так далее. Ваша же теория множества создана дебилами. Использует равномощно. А равномощно это не равно. Это не больше. Это не меньше. Это то, что дуром мерещится, слившуюся мозг. Равномощно. И так далее. Все. Это не научный продукт. Он не попадает под классификацию научного продукта, у которого есть цель, задача и исполнение. И в рамках научного метода она должна быть осуществлена. Это бормотание тупорылых ушлеков, возомнивших себя учеными. Вот ваша теория множества. Она ничего не сравнивает. Она бормочет о равномощности. Продолжайте. Я этим суждением хотел вам показать. Так как мы это используем в том числе, значит отсюда следствие, что ее сила как таковая подтверждена на прикладном уровне. И говорить о том, что это все ерунда, оно не имеет места быть. Вот первое. Детишки в песочнице могут фантиками рассчитываться как деньгами. Фантики от этого не становятся как единицы платежа. Они не входят ни в какую платежную систему и так далее. Фантазии и метод. Вот детский метод, наивный метод, ненаучный метод никакого отношения не имеют к науке. Потому что элемент науки определенный, метод тоже его означен. Вот когда ваша теория множества будет написана научным языком, мы тогда будем рассматривать как научный продукт. Пока это слабоумное копошение. Сравнение бесконечно больших и бесконечно малых величин осуществляется корректным способом. Мы показали как качеством, превышающий теорию множества продуктов. Он есть в монографии сопоставления бесконечно больших и бесконечно малых величин. В каждом видео есть ссылка. Вы понимаете, сопоставление бесконечно больших и бесконечно малых также успешно решается в рамках теоретика множественного подхода. Это так называемые понятия, как ардиналы. То есть есть арифметика кардиналов и тому подобные вещи. Она успешно с этим справляется, Ликтор Григорьевич. Может, вы просто об этом не знали? Я об этом не знаю, вы мне не расскажете. Потому что это, думаю, вы сейчас что-то выдумали такое, которое не является... Это я не выдумал, это не я выдумал. Ну, вы ссылаетесь на... Вот каждый раз мне ссылаются на какую-то новую дозу вреда. А когда я начинаю рассматривать, это смешно становится. Вот у меня там за 20 минут любой студент сможет сопоставлять бесконечно большие и бесконечно малые величины. Вот из двух лучей у него получится прямая и так далее. А что такое баланс? В рамках вашего... А вы можете дать definition? Можете дать определение, как вы понимаете, бесконечно малая и бесконечно большая? Если вы будете использовать математический анализ как таковой для этого. Так, вот у меня где-то посвящена целая работа. Ну, такая небольшая, вы можете зайти и ознакомиться, почитать. Если у вас по ней вопросы возникнут, я на них отвечу. Сейчас мы возвращаемся к основному вопросу. Можете ли вы изводить суть претензии? Утверждение такое, это в части такое-то является... Я уже ее изложил. Хорошо, теперь второй тезис. Второй тезис. Второй тезис. Если вы говорите, что это не имеет места быть и вся следующая цепочка, которую я привел, это все ерунда, это ваше право. Я могу быть не согласен с вашим мнением, но готов к умереть за него, как говорил Бальтер. Второй тезис мой, который я хотел предъявить. Второй тезис, который я хотел быть. Если вы говорите, что это не так, ну, по первому тезису, я вас никоим образом не призываю создавать какие-то криптосистемы, которые вы будете использовать. Но если вы готовы без использования всего этого аппарата, например, ну, мы такой делаем эксперимент, предоставить криптосистему без использования всего этого, и она будет невзламываемая, согласно принципу Гергофа, тогда я буду только это приветствовать, Виктор Георгиевич. Так, ну, это все ваше поэтическое такое-то называется. Вот мы тут привыкли затылок чесать вот этой вот пяткой. По-другому мы не хотим, не знаем. Если вы предложите чем-то чесать затылок, но не пяткой, например, рукой, и это будет гладко и замечательно, мы к вам прислушаемся, мы вас услышали, ваша мысль предельно понятна, научного смысла в ней никакого нет. А что вы вкладываете в понятие, Виктор Георгиевич, а что вы вкладываете в понятие научное трогать, вот в вашем понимании? Мы для этого сняли целый фильм «Апгрейд мозга». А я не делал этот фильм. Он длиной всего один час, и за этот час там понятно, что является научным, что не является научным. У вас какие-то вопросы по фирму? Это лучшее, что есть по научному методу в мире, на настоящий момент. Можете оспорить хоть один день. Я вас услышал. И чтобы сэкономить наше время, мне третий тезис. Разрешите я тогда озвучу, пожалуйста? Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, у меня есть незначительная критика. Вы не будете отказываться от того, что вы, скажем так, говорите, что не вклидовая геометрия, в частности, результаты Николая Ивановича Лобачевского, это все ерунда. И вымысл. Домыслы. Ну и тому подобное. Подмена терминов. Подмена терминов, да. Я понимаю, что вы хотели сказать. Но вы знаете, вы позвольте буквально минутные кратки лебез и свою мысль, чтобы я донес. Первое. Помимо результатов, которые пришел Лобачевский по не вклидовой геометрии, видоизменившийся постулат Эвклида, таким же аналогичным результатом пришел, а, Бои, я наш венгар гениальный, и третье, это Карл Фредригал. Но он не опубликовал, потому что так боялся крика бейтитов, то есть крика с рынка. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Если, смотрите, это не говорит, конечно, по итерации, что это имеет место быть, но когда в трех, в Казани, в Браунсвейде и в Венгре приходят к аналогичным результатам, это незначительное свидетельствование о том, что те положения, они что-то представляют из себя, это первый минимум... Вот, 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 и об этом мы пишем. Мы говорим, что количество дур, хаотично расположенных по земному шару, никак не увеличивает научность какого-то продукта. Третье, да, я понимаю, это не может быть критерием научности, в 100% строгом понимании. Четвертое, скажите, пожалуйста, если вы говорите, что я осмотрел ваше видео, между прочим, правда, я книгу вашу, монографию «Апгрейд мозга» не читал, я говорю, как есть, но есть еще один момент. То есть вы все унифицируете до такой степени, что, скажем так, наш физический трехмерный мир, он экстраполируется и вне. То есть там не действует ни амплидовая геометрия, там не действует общая теория относительности, то есть которая также подтверждена, например, опытом линзирования астрономически. Нет, вранье, вранье, не влите людям, не подтверждено оно, опытом линзирования. В 1900 году отклонение фотона и искривление пространства. Вот они не могут сосредоточиться, путают два явления, путают отклонение фотона, траекторию и искривление пространства. То есть не могут сосредоточиться. Поэтому, когда вы говорите про подтвержденность элементов, вы просто нагло врете, или не понимаете, что происходит. Пожалуйста, продолжайте. Во-первых, я не вру, я озвучиваю те положения, которые есть, которые известны. Доверчивый человек озвучивает легенды, но не понимает сути. Ну ладно, хорошо. Безусловно, в науке все необходимо подвергать сомнению. Я с вами согласен. Это постулат, это канон, это истина. Я с вами полностью солидарен. Но это не снимает того, что геометрия вне нашего физического мира, где мы сейчас с вами живем, она не совсем эвклидовая. Понимаете? А если вы говорите... Стоп, стоп, стоп. Вот никакого другого мира, кроме того, в котором мы живем, не существует. Поэтому не надо о нем брать. А почему вы так говорите, что он не существует? Почему вы говорите так? Потому что мы занимаем все пространство. Вот наша материя, с которой мы состоим, она занимает все пространство, сосмосом во всех направлениях. А значит, никаких других миров нет, поэтому мы сосредотачиваемся и не бремя на них. А вы математическим обеспечением это подтверждаете? Легко. Ну, математика это инструмент, а подтверждать вопрос, где физическое пространство, как объект. У физического пространства, как у объекта, есть свойства. Объемность, вместительность, протяженность. Протяженность не может чисто технически закончиться. Значит, наш мир не может закончиться. В никаком из направлений. Все. Это доказано. Больше не надо. Слово. Я так понял, что гиперболическая римманова геометрия, это все кукло. В кавычках, извините. Вот, однозначно. Вот вы правильно сказали золотые слова. Это не я звучу, я просто перефарматировал ваш цель. С научной точки зрения риммановы фантазии не имеют никакого отношения к какой-то отдельной геометрии. Это все закрутаться в рамках нашего естественного мира, нашей естественной геометрии. Любые фигуры, построенные в нашем мире, они находятся в нашем пространстве, являются трехмерными по умолчанию. Не больше мерными. Все. Это научный факт. Сколько бы римманов, Мика, пошли к геометрию новое, ничего от этого не меняется. А скажите, пожалуйста, Виктор Георгиевич, я так понимаю, вы и четвертую ось, как кемпусата, времени вы тоже отвергаете? То есть пространство на временный континент? Четвертая ось, с точки зрения научного метода, невозможна, потому что подменяется предмет счета. Предметом счета у нас является пространственная протяженность, задаваемая через прямой угол. Это раз, ось, два, ось, три, ось, любая четвертая ось, заданная через прямой угол, совпадает с первой осью. То есть накладывается на эту систему. Это абстракция. Это не абстракция. Это не абстракция, это реальные протяженности, расположенные в нашем действительно мире. Это не абстракция. Вы можете две руки развести в сторону, это будет пространственная протяженность. Вы можете идти из кем-то в кострому по какой-то дороге, это будет пространственная протяженность. Это будет у нас, это метрика наша. Это не метрика. Метрика – это уже научное понятие, в которой вы вели вот эти кривые геометрии, балаболочки. Все. Ну, вы понимаете, я так понимаю, что, насколько меня учили, и насколько я понимаю, в среде принято критиковать исключительно результаты, но не переходы на личность, на мой взгляд. Извините за такую критику. Так тут, если вы фальсифицируете предмет чуток, вот когда вы считаете раз-два-три, раз-картошка, два-картошка, три-картошка, а потом добавляете туда камень, значит, вы мошенник. Нет, я образую множество. В чем проблема? Нет, подождите, предмет чуток у вас является картошка или что попало? А предмет чуток вы можете наделить специализацией от абстракта. Как вы создаете абстрактную модель, вы можете ее наделить специализацию. Вот, вот. Без проблем. Так вот, если у вас изначально обозначен предмет чуток, то, если вы считаете мерности, пространство, а потом начинаете добавлять туда куриц и петухов, то вы не смогли сосредоточиться. Ни курицы, ни будильники к мерностям пространства не добавляются. Никакие прочие хронометры, никакие линии времени, никакие кольца времени, никакие конуса времени, ничего не добавляется. Добавляется только пространственная протяженность. Иначе это безграмотная подмена терминов. Человек, который составил это, не пользовался научным методом, является просто мошенником. Все. Это реальность. Это формальная часть. Да нет, вы извольте, я вам скажу, как принято в науке, Виктор Игоревич. Создается абстрактная модель, которая по мере надобности наделяется специализацией. И то, что вы говорите, вы критиковали девушку, которая выступала на семинаре МИА, Математического института Академии стеклов. Что там автоморфизм и все эти вещи страшные. Математики ушли давным-давно вперед. Но прикладные результаты, которые используют физики, теоретики и прикладники, они используют только часть того масс-аппарата, который разработали математики и достаточно успешно используют. Понимаете? Немножечко не так. Вы немножко вводите людей в заблуждение. Я не выводил. Любая математическая модель имеет право на существование. Но это должна быть математическая модель в рамках определения математики. Математика – это наука о количественных формах и пространственных отношениях действительного мира. Если в действительном мире 3 мерности пространства, а какие-то бедолажки накудахтали 18 мерностей пространства, то это к действительному миру отношения не имеет. Модель изначально сфальсифицирована. Если это принято у толпы, прокрашиваясь в Академию наук все это математика на настоящий момент, то это явление временное. Из науки оно должно вычищаться, а оно будет вычищено из науки. То есть товарищи будут признаны лжи-учеными, и человечные труды будут амулированы. Но это прям как в третьем рейте, Виктор Георгиевич, когда неарийскую физику сжигали. Хотя, между прочим, для использования разработок атомного оружия в третьем рейте использовались как раз неарийская физика. Они использовали. Так, на секундочку. Подождите, у нас нет национальных физик, национальных математик. Нет, тогда я пример говорю вам. Хуспа национальная есть, а физик, математик национальных нет. Поэтому тут я не знаю, какое это все отношение имеет к третьему рейху. Просто если кто-то нагадил в пригожье, он должен за собой убрать. Если не принято в математике фальсификации, значит их там быть не должно. Это все просто. Это не связано с национальностью, с рейхами и так далее. Это связано с научными методами. То, что вы говорите, definition, то есть определение, какие задачи стоят перед математикой, это все в упрощенном, в унифицированном виде. И эволюция математического знания, это очень непростая картина. Стоп, вот ключевое слово знание. Вот если вы говорите про эволюцию знания, вы говорите про эволюцию знания. Вот бормотание абстрактных математики о многомерных пространствах, они не являются знаниями, я не научными, ни в каком смысле. Вот бормотать можно художественную литературу, что угодно. Я вас понял. Я вас понял о том, что вы говорите. Просто вот эти результаты, например, бесконечномерного пространства, гильбертового пространства, они, понимаете, они находят по мере надобных. Мы даже сейчас произнесли уже научную информацию. Гильбертового многообразия, бесконечномерного многообразия, а не пространства. Это подмена терминов. Нельзя эти многообразия называть пространством. Это журничество. Попробуйте называть их, как они есть, согласно дефиниции. И вы выясните, что ничего такого пространства больше нет, и ни к науке это отношение не имеет. Гильбертового многообразия что? Какое оно имеет отношение к пространству, даже к науке? Никакого. Понимаете, в общем виде, сейчас не придавая строгости, многообразие, оно сходно с эвклидовым. То есть то, что вы видите вокруг трехмерного эвклидова. Нет, никакого отношения многообразия к эвклидовому пространству не имеете. Многообразие. А шар, что такое шар? Шар, это не многообразие по-вашему? Нет. А что это тогда? Подождите, первый закон логики. Имеет не одно значение, значит не имеет ни одного значения. Это платонизм всех времен, не путайте. Это на все времена. Вот где существует логика, там это действительно. Если шар это шар, а вы называете его не шар, значит надо лечить шар тому, кто научил, и тому, кто повторяет. Вот. Шар, это геометрическое тело, все расположено в пространстве, все остальное. Это вы уже возвращаетесь к времен, понимаете, вы оперируете догматами платонизма. То есть, я все понимаю. Это научный метод. Вы сами сказали, что дефиниции надо использовать. Вот, дефиниции и определения надо использовать. Все. Поэтому все остальное. Классно, спасибо за беседу. Спасибо вам, да, всего наилучшего. Спасибо за беседу. Очень большое благодарность, что вы осмелились выразить свою мысль. Приношу свои извинения. Что-то, конечно, из моих уз про... Виктор Григорьевич, я еще раз говорю. Никак не хотел сказать. Никоим образом. Я никогда не перехожу на личности. Никогда. Я только могу покритиковать, с моей точки зрения, концепты. Но я никоим образом никогда этого не делал. Спасибо. И я хотел вам добавить, что... Вот я как Будок Харсли, был у Дарвина такой сторонник. Я готов рассмотреть все концепты. Лишь бы было рациональное зерно. Поверьте, любые концепты я могу рассмотреть. И обязан это делать. То есть так... Это так и есть. То есть... Поэтому благодарю вас за время. Спасибо. Спасибо. Всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok